В соответствии с указами главы нашей страны, накануне 29-летия независимости Узбекистана, группа наших соотечественников была награждена почетными званиями, орденами и медалями. Сегодня в резиденции Куксарай состоялось торжественное вручение премий. И собрали тех, кто своим добросовестным трудом, знаниями и самоотверженностью вносит свой достойный вклад в развитие нашей страны. Это госслужащие, врачи, строители, учителя, военные, деятели искусств, в общем, представители всех профессий. Они были награждены высокими наградами в связи с 29-летием независимости нашей страны. Узбекистан, республика за президентом Шавкет Мраманович Морзияев. Церемония отчасти стала и днем подведения итогов года. Года полного испытаний. Он прошел сложно не только для Узбекистана, но и для всего мира. К сожалению, не обошлось и без потерь. Но наш трудолюбивый народ мужественно перенес все выпавшие на его долю тяготы и вышел из них еще более сильным и окрыленным. И даже в суровые дни не прекращалась работа по строительству и созиданию новых объектов. Руководитель страны выразил особую благодарность врачам и военным, проявившим мужество и героизм в борьбе с коронавирусной пандемией. Несомненно, у нас имеется еще много недостатков и проблем. Не зря президент упомянул о них. Решение всех наших проблем, наш прогресс напрямую зависит от образования и науки. И фундамент третьего ренессанса будет закладываться именно благодаря образованию и молодежи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Президент также говорил и о планах и упомянул о хороших новостях. Мы узнаем о них подробнее 29 декабря в обращении руководителя страны Колей Мажлисо. Президент Шавкат Мерзиёев отметил, что награжденные – это наши герои. И не скрывая, признался, что именно такие люди вдохновляют и воодушевляют его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Церемония вручения наград началась с почтения памяти таких джадидов, как Абдулла Авлани, Махмуд Ходжабих Будди и Мунавар Кары, внесшие большую лепту в развитие нашей страны. Награды за их великие заслуги вручены их внукам и правнукам. Сейчас состоялось очень торжественное событие. Часть награжденных получила премии за свои личные, а часть за заслуги своих великих предков. Вчера в квинете министров мне вручали мою премию. Сегодня я получил высокую премию, которая принадлежит человеку с большой буквы – Мунавар Кары. Я считаю, что эта награда дана всей плеяде джадидов. Если бы они не стали жертвами репрессий, то сейчас мы бы видели создание фундамента не третьего, а четвертого ренессанса. Нет более высокой оценки для просветителей того времени. Мунавар Кары. Думаю, что получение награды из рук главы государства – заветная мечта любого человека. И сегодня моя мечта сбылась. Выражаю безграничную благодарность президенту. Надеюсь оправдать эту награду. Эта премия дана не только мне, но и всем медицинским работникам в нашей стране. В частности, сотрудникам института, которым я руковожу. Врачи работали и днем, и ночью. И они готовы к новым подвигам и не подведут в случае возникновения какой-либо новой опасности. Я очень рада. Появилось чувство удовлетворения от того, что мы идем верной дорогой. Заслуги признаются. К такому заключению я пришла. Президент говорил со мной о СМИ, о сегодняшних изменениях, поблагодарил за активность. И я тоже, в свою очередь, выразила благодарность за проявленное внимание. Очень сильно волновался. Все от радости, конечно. Хочу, чтобы 2021 год был успешным и радостным для Узбекистана. Это премия признания заслуг народам, государствам и президентам. Это плод честной, самоотверженной работы и труда. И народ знает, ценит и уважает своих героев. Еще раз поздравляем вас, дорогие соотечественники, с получением высокой государственной награды.